МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ИТВ Наши новости. Какими событиями запомнился последний день лета, знают мои коллеги-журналисты и я, Мэри Бадонс. Столичные депутаты сегодня проголосовали за досрочную отставку главы администрации Симферополя. Я думаю, что комиссия отберет достойного человека, который будет, конечно, заниматься городом. Археологический бум в Крыму, который ученые уже окрестили новой революцией, активность связывает с масштабными стройками трассы Таврида и Крымского моста. 7 592 единиц хранили. Это все попало в Крымский музей. Ничего отсюда не вывозится. Все пополняет коллекции крымских музеев. В Горсовете Симферополя сегодня приняли досрочное прекращение полномочий. Главы администрации назначили в Рио, объявили конкурс на замещение должности. Его проведут через три недели. Подробности у нашего корреспондента. Предмет внимания очередной сессии Симферопольского горсовета – тема кадровых перестановок в административном аппарате. Сегодня депутаты приняли отставку главы администрации Геннадия Бахарева. Решили, что временно исполнять его обязанности будет зам Галина Александрова. Затем объявили о конкурсе на замещение должности. Без главы Симферопольская администрация пробудет недолго. Уже в конце сентября Совет города должен будет назначить нового руководителя. Виктор Агейв рассказал журналистам, что конкурсная комиссия еще не создана, но известно, что состоять она будет из восьми человек. В их числе представители Совмина, Горсовета и общественности. Председатель будет избираться тайной рабочей группой. Я думаю, что комиссия отберет достойного человека, который будет, конечно, заниматься городом, потому что администрация, которая работала, много сделана, но еще предстоит очень много сделать. Это не секрет. Кто будет участвовать в конкурсе и сколько заявок подадут, пока неизвестно даже приблизительно. Строить прогнозы в верхах не берутся. Предлагают не опережать события и дождаться, пока конкурсная комиссия начнет свою работу. Конечно, должен быть человек местный, который любит свой город, который ценит свой город. Перечислять можно до бесконечности то, что необходимо. Это повседневная жизнь для того, чтобы люди, которые живут в Симферополе, чувствовали себя комфортно. Избирать главу администрации и следить за его работой – прямые обязанности муниципального совета. В то же время активное участие в процессе должны принимать и сами симферопольцы. Чтобы понять, кто достоин занять важный пост, необходимы открытые встречи кандидатов с общественностью, чтобы каждый желающий мог задать им свои вопросы, подчеркнули в Горсовете столицы. Александра Пермякова, Анастасия Сухарева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Как сегодня стало известно, еще один чиновник покинул свой пост. Главный архитектор крымской столицы Ирина Иванова сложила свои полномочия по собственному желанию. Должность она занимала с июня этого года, сменив на этом месте Эрнста Мавлютова. Ирина Иванова курировала деятельность Департамента развития муниципальной собственности. В этом ей помогали знания генплана Симферополя и концептуальное решение проблем старого города. Ранее Ирина Иванова работала в Москве на ее счету проекты по всей России. В их числе строительство государственного госпиталя в Сокольниках, столичного госпиталя Вишневского и реконструкция Астраханского Кремля. В Крыму архитектор занималась проектом форосской резиденции Михаила Горбачева. Как театр начинается с гардероба, так и школа начинается с парты. Так считает Министерство образования, науки и молодежи Крыма. А республиканские меценаты помогают создавать комфортные условия для обучения первоклашек. Впервые в этом году всесельские школы Крыма приняли участие в конкурсе «Уютный класс» от торговой марки Скворцова. За творческие работы 39 школ получили новую мебель для начальных классов. Более сотни работ в этом году поступило на конкурс «Уютный класс», который стал доброй традицией теперь не только в Симферопольском районе, а и во всем Крыму. В этом году в честь 15-летия торговой марки Скворцова конкурс получил новый статус и обрел поддержку Министерства образования, науки и молодежи Крыма. В комиссию жюри поступали поделки, сочиненные рассказы, видеоролики и рисунки. За находчивость и творческий энтузиазм 39 сельских школ Крыма получили в подарок от МПК Скворцова комплекты новых современных парт. Оценку работам учащихся давали независимые эксперты. Большой акцент мы делали на то, чтобы предоставленная работа несла в себе смысловую нагрузку и была творчески очень интересна. Ну как можно оценивать работы детей? Прежде всего по эмоциональному ощущению, потому насколько в каждой работе присутствует сердечность, присутствует искренность. Это самое важное. Раскроют учебники и прописи за новыми партами. В этом году более тысячи первоклашек из сельских школ Республики. Организаторы социального проекта от Скворцова надеются, что в новых условиях начнут свой рост будущие специалисты аграрии. Ведь сейчас в Крыму дефицит в квалифицированных кадрах в сельскохозяйственном направлении. Дети, когда узнали больше о этом предприятии, просто очень многие решили приехать, познакомиться сюда, ближе с этим предприятием и прийти сюда работать. Село Красноплодское, сельскохозяйственный, как говорится, район и в общем-то профессии очень нужны. Очень-очень рады, что мы выиграли побольше бы таких организованных конкурсов, которые приносят огромную пользу школам, ученикам. Дети откликнулись, решили поучаствовать и результат, конечно, есть. Торжественное награждение состоялось на предприятии «Росвит Агро». На праздник прибыли более 60 представителей сельских школ в лице директоров и учителей. Гостям устроили целую экскурсию по современному фруктохранилищу, где уже сейчас применяются самые передовые технологии. Рассказали о количественных и качественных достижениях предприятия. Угостили отечественным крымским яблоком. Именно такие технологии помогают успешно выполнять задачи, поставленные президентом по импортозамещению и продовольственной безопасности Крыма. В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма надеются, что таких успешных меценатов, как Скворцова, которые помогают школам, в республике станет больше, ведь пока в Крыму нет программ, включающих обновление мебели в школах. Все только в перспективе. С воодушевлением нас поддержало Министерство образования Республики Крым в лице Натальи Георгиевны Гончаровой, за что хочется ей выразить отдельные слова благодарности, потому что это было решение принято всем трудовым коллективом нашего предприятия. Мы надеемся на то, что все-таки в первое сентября наши первоклассники, наши детки смогут более ярко отметить свой первый день знаний. За высококлассные подарки директора школ победителей тоже не остались в долгу. Вручили благодарности главному организатору и инициатору социального проекта. Побывали на торжествах и представители из крымского правительства и парламента. Каждый учитель и ребенку должен сказать, ты можешь математиком не стать, а гражданином станет. И вот эту задачу, воспитание патриота, гражданина и человека с большой буквы, мы должны вместе делать. Мы же со своей стороны, не только работники образования, не только бизнесмены, просто родители и взрослые, должны делать все для того, чтобы жизнь и образование наших детей протекали максимально качественно, максимально эффективно, потому что именно они когда-то обеспечат нам и старость, и перспективы, и вера в будущее. Чтобы комфорт в сельских школах не уступал городскому, социально ответственный бизнес Скворцова уже на протяжении девяти лет устраивает конкурс «Уютный класс». Впервые в этом году участие в конкурсе приняли все сельские школы Крыма. Столь высокую планку проведения акций Скворцова планируют держать и в дальнейшем, а руководство компании надеется, что этот пример, направленный на развитие образования в сельской местности и воспитание будущих специалистов, найдет поддержку и в лице других меценатов. Археологический бум в Крыму, который ученые уже нарекли новой революцией. Последняя, сопоставимая по масштабам, наблюдалась на территории полуострова во времена прокладки Северокрымского канала. В скором времени эксперты не исключают появление новых сенсационных находок. Все результаты труда экспедиции попадают на музейные стенды. 103 листа на раскопки уже в наличии, а к концу года их число может возрасти до 120 или даже 130. В Крыму такой активности не наблюдалось со времен прокладки Северокрымского канала. Такой небывалый археологический бум. Эксперты объясняют работами на полуострове над инфраструктурой, в частности, крупнейшими стройками трассы Таврида и Крымского моста. 7592 единицы хранения. Это все попало в Крымский музей. Ничего отсюда не вывозится. Все оно пополняет коллекции крымских музеев. Не все имеет характер выставочных материалов. Абсолютно разные. Я сказал, иногда датирующие материалы, Бог даже иметь, ну, непредставительные лежат в фондах. Следующий следователь будущего поколения будет знать, что это такое. Поэтому остается здесь. И Эрмитаж сдает, и другие научные учреждения. Они и раньше-то никуда не вывозили. Они пополняют фонды в Крымских музеях, за что мы им очень благодарны. Впрочем, конкретными кричащими находками археологи хвастать не спешат. Говорят, важна каждая деталь, вплоть до керамических изделий, чтобы восстановить общую картину истории. Причем не только Крыма, но и континента в целом. Однако, работа кипит не только параллельно с трудом строителей. К примеру, экспедиция КФУ в этом году разменяла полувековой сезон, занимаясь раскопками на крупнейших памятниках полуострова. Были возобновлены раскопки самого большого памятника в группе так называемых пещерных городов, это Мангуб. И каждый из этих сезонов приносил что-то новое. Я не скажу, что сразу прямо сенсационное, то, что отменяло все предыдущее, заставляло абсолютно диаметрально поменять наши взгляды. Нет, как раз шел нормальный, спокойный процесс накопления информации, позволяющий нам создать объективное представление о ходе истории. Навсегда решена в Крыму и проблема черных копателей. Конечно, деятельность преступников полностью пресечь не удастся. Однако теперь, в отличие от украинских времен, когда все историческое достояние вывозилось в Киев, попадая в частные коллекции олигархов, находки в полном объеме доставляются в крымские музеи. Копатели копают, конечно. Грабители продолжают, так сказать, по мелочи грабить. Но, по крайней мере, все это не находит теперь того рынка сбыта, который был в прежние времена. Вот 20-25 лет назад этот рынок начал формироваться. Вот сейчас он, в силу известных нам всем обстоятельств, он прекратил свое существование. И большая часть, значительная часть предметов все же попадает в крымские музеи. И вот Вячеслав Георгиевич назвал цифру. Я думаю, что в этом году, поскольку процесс сдачи продолжается, и теперь он в течение всего года осуществляется, я думаю, что мы получим очень интересные находки. Уже сейчас крымские ученые в силах назвать несколько мест, в которых в скором времени предполагаются находки. Однако пока предпочитают сохранять интригу. Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе нашли средневековый некрополь весной этого года. В Черноморском районе обнаружили захоронение скифских воинов, а на Керченском полуострове – мраморную плиту с древним текстом. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. А мы продолжаем во второй части выпуска. Не пропустите! Обеспечивать продовольственную безопасность, ликвидировать вспышки заболеваний и просто дарить свою любовь животным. Сегодня ветеринары отмечают свой профессиональный праздник. Профессия ваша является действительно достаточно гуманной, достаточно доброй. Именно через здоровье животных и здоровье нации наше действительно сохраняется. Все мусульмане мира готовятся отмечать главный праздник – Курбан-Байрам. Как отметит его верующая Крыма и сколько паломников отправилась в Саудовскую Аравию. Чтя Всевышнего, будучи богобоязненными людьми, должны совершать обряд жертвоприношения. Для крымчан установлен льготный тариф на воду и водоотведение. Теперь он не будет превышать 35 рублей за кубометр с учетом НДС. Соответствующие поручения Сергея Аксенова вступят в силу с 1 сентября. Разница между новым максимальным тарифом и экономически обоснованным уровнем цен водоснабжающим организациям компенсирует из республиканского бюджета. Инициатива изменить тариф появилась у руководства Крыма после выездного совещания Совмина в Саках в марте этого года. Тогда жители Сакского района жаловались на то, что тариф за водоснабжение и водоотведение в регионе составляет 40 рублей за кубический метр. В некоторых регионах эта цифра еще выше. Глава республики на своей странице в сети Facebook подчеркнул, что льготный тариф на питьевую воду и водоотведение – часть комплекса мер соцподдержки крымчан, реализуемого правительством. Нынешний установленный тариф – 35 рублей за кубометр – будет действовать до конца этого года. 1 сентября в Симферополе за школьные парты сядут 42,5 тысячи детей. Бдительными надо быть не только учителям и родителям, но и автомобилистам. Участниками дорожно-транспортных происшествий все чаще становятся дети в возрасте до 16 лет. Решить эту глобальную проблему взялись общественники совместно с сотрудниками ГИБДД. Сентябрь – непростое время для крымских водителей. После летних каникул на дороге возвращаются дети. Самые маленькие, неспокойные пешеходы зачастую становятся жертвами ДТП в осеннее время. Именно профилактике детского дорожно-транспортного движения посвящен круглый стол. На платформе общественной палаты эксперты, педагоги, общественники, сотрудники ГИБДД обсуждали проблему и искали пути решения. Я думаю, что эта проблема является своеобразным зеркалом, которым отражаются многие беды нашего общества. Потому что презрение к законам, правилам, презрение к своей и чужой безопасности, к сожалению, стало таким явлением, с которым очень трудно бороться. А бороться с этим нужно долго и упорно, ведь на кону жизнь и здоровье ребенка. Сотрудники ГИБДД отмечают, в травматизме детей всегда виноваты взрослые. Водители невнимательны при проезде пешеходных переходов, перекрестков. Неправильно выбирают скоростной режим. А родители, в свою очередь, не учат детей элементарным правилам дорожного движения и перехода проезжей части. Готовимся, как дети будут идти в школу. Пересматриваем дислокацию, подтягиваем наряды ДПС к ближнележащим школам. Мы учитываем специфику проведения детских уроков, время окончания, начало уроков, для того, чтобы знать, в какой промежуток времени больше поток детей будет переходить в проезжую часть в том или ином направлении. Общественная палата стала площадкой, где прозвучали самые разнообразные предложения от волонтерского комитета, специалистов, педагогов, сотрудников ГИБДД и общественников. Например, были высказаны предложения об обрезке кустов околопешеходных переходов, введения в обязательную школьную форму светоотражающих элементов, а также общественники предложили школьным учителям во время перемены дежурить околопешеходного перехода. Все предложения будут собраны в общие документы, направленные депутатам Государственного Совета Республики. Мэри Бадунц, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. В нашем следующем сюжете речь пойдет о тех, кто ежедневно дарит свою любовь животным, будь то попугай или экзотическая рептилия. Кроме того, от работы этих людей напрямую зависит и наше здоровье. Свой профессиональный праздник отмечают ветеринары. Большой дружный коллектив. Хоть и работают в разных городах и селах, в любых сложных ситуациях они готовы объединиться. Ветеринары не только лечат собак и кошек, но и следят за качеством мясной продукции, поступающей на рынки городов и сел. Работа такая, быть всегда на чеку, иначе возникнет угроза для жизни не только животных, но и людей. Сегодня их заслуги поощрили подарками. От грамот, дипломов, медалей и нагрудных знаков, до нового оборудования для работы и автомобиля от правительства республики. Это компьютеры для того, чтобы с нового года ветеринары перешли на электронный документооборот. Именно вы, патриоты своей работы, именно вы, люди, которые действительно, профессия ваша является действительно достаточно гуманной, достаточно доброй, именно через здоровье животных и здоровье нация наша действительно сохраняется. Поэтому еще раз с праздником от всей души. В этом году ветеринары приступили к реализации программы по гуманному отношению к братьям, нашим менеджам. В очередной раз победили вспышку АЧС. В скорых планах отлов и стерилизация 7,5 тысяч безнадзорных животных. А среди проблем ветеринарии – кадровый голод. Мы нуждаемся в специалистах, ветеринарных врачах. К сожалению, те задачи, которые ставятся каждый год, они возрастают, а количество специалистов увеличивается очень медленно. Но ситуация под полным контролем, и мы пока обеспечиваем, и мы способны обеспечить ее и дальше. Тем не менее, молодые специалисты все равно есть, хоть их и не так много. К примеру, Иван – ветеринар, врач, эпизоатолог. В праздничный день он выполняет свои обязанности, дарит животным заботу. Сегодня на прием привезли двухлетнего Буча. Он очень добрый. Вообще, все говорят, что это злые собаки. Но я считаю, что зависит от воспитания. Как бы мы воспитали, он добрый у нас, любит детей. Дети на нем буквально катаются. Всегда обращаюсь к ветеринарам, и вот обращаюсь сюда, в эту клинику. Здесь очень хорошие работники. Работа ветеринара требует большого терпения. Ведь случается, что на прием приводят и приносят экзотических животных. Это рептилии, амурские тигры, орлы-могильники, попугаи, жако. Делится опытом с нами молодой специалист. Прежде всего, нужно находить подход с владельцами животных. Потому что, если животное не слушает своего владельца, то оно не будет слушать ветеринарного врача. А если животное находит общий язык с владельцем, тогда и мы стараемся найти. В своей работе Ивану нравится достигать определенных результатов. Будь то операция или штатное чипирование животного, прививка или осмотр четверолапого, либо крылатого пациента. Ветеринар относится к работе ответственно, ведь от него зависят жизни и здоровье друзей человека. 1 сентября все мусульмане мира отмечают свой главный праздник Курбан-Байрам. Он является завершающим этапом ежегодного хаджа паломничества в Мекку, который хотя бы раз в жизни обязан совершить каждый мусульманин. Те же, кто не смог встретить праздник в святых местах, должны выполнить обряд жертвоприношения в том месте, где находятся. Как 1 сентября верующие будут отмечать два праздника Курбан-Байрам и День знаний, расскажут наши журналисты. Праздник Курбан-Байрам отмечается в долине Мина, вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря длится 2-3 дня. Попасть в Саудовскую Аравию и принести там жертвоприношения могут не все мусульмане. Поэтому, кто не смог встретить праздник в святых местах, должны выполнить обряд жертвоприношения в том месте, где находятся. Чтобы люди не проливали человеческую кровь, чтобы люди жили в мире, в согласии. И при этом, чтя Всевышнего, будучи богобоязненными людьми, должны совершать обряд жертвоприношения, который был, как вы знаете, заменен после испытания над пророком Ибрагимом и его сыном Исмаилом. В этом году отправились в святые для мусульман места 23 тысячи российских паломников. Из них 370 верующих – крымские мусульмане. По сообщениям заместителя председателя Духовного управления крымских мусульман, все верующие чувствуют себя хорошо, уже разместились в палаточных городках у священной горы Арафат, что 20 километрах от Мекки. Миша Аллах, сегодня до заката, до вечерней молитвы, они будут находиться там, будут исходить из этой долины и продолжать ритуалы хаджа. Миша Аллах, пусть Аллах им поможет в этом. Все остальные мусульмане начинают священные обряды рано утром. После омовения надевают новую нарядную одежду, намазывают себя благовониями и отправляются в мечеть для совершения праздничного намаза. Только в Москве на праздник ожидается более 300 тысяч мусульман. В этом году Курбан-Байран совпал с празднованием Дня Знаний. По словам духовных лидеров, все праздничные молитвы должны закончиться до 7-8 часов утра, поэтому после посещения мечети верующие могут отвезти детей на школьную линейку. В некоторых учебных заведениях, которые находятся вблизи мечети, торжественное открытие нового учебного года перенесли на 10 часов утра. Что касается Крыма, то надобности в переносе празднования нет. В этом плане хочу еще раз отметить, никаких проблем нет. И в этом отношении у нас есть полное взаимопонимание. После праздничной молитвы мусульмане, уже возвратившись домой, в специально отведенных местах приносят в жертву тщательно отобранных животных, чаще всего барашка. По традиции треть мяса жертвенного животного отдается мечети, треть бездомным и малоимущим, и треть верующие оставляет себе. В Курбан-Байрам мусульмане по возможности должны помочь нуждающимся. Предварительно только в республике Татарстан мусульмане собираются зарезать более 10 тысяч баранов. В общем, по республике у нас очень идет сильная подготовка. Уже закуплены барашки, коровы. В этом году раньше и верблюды были, в этом году почему-то их нет, но это не важно. В общем, люди очень подготовлены. У нас совместно с заводом Сария есть такой завод, который собирает отходы, головы, ножки, вот эти все отходы собирает. Есть другой завод, который собирает и шкуры, с ними заключены договора. Праздник продолжится с 1 по 4 сентября. Все 4 дня в мечетях, домах мусульман и на улицах будут звучать слова «Возвышающие Аллаха». Люди могут ходить в гости друг к другу и дарить подарки, а также просить прощения и помогать малоимущим. В Крыму 4 сентября в честь праздника Курбан-Байрам объявлен выходным днем. Мэри Бадунс, Петр Куцци, Служба новостей и ТВ. К этому часу у меня все. В студии была Мэри Бадунс. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова